Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Мы не перекладывали. Мы следили за тем, как наши с тобой единомышленники во многом, много наших коллег вышли сегодня протестовать против решений, мягко говоря, сомнительных решений Конституционного суда к этому самому Конституционному суду. Давай напомним, что мы вчера призывали людей прийти присоединиться к протесту. Я очень благодарен всем тем, кто сегодня вышел. Ребят, спасибо вам огромное. Было очень приятно и видеть вас, и слышать те слова, которые нам с Павлом были адресованы, и вообще все то, что вы произносили. Мне особенно было приятно слышать те слова, которые были адресованы в адрес Конституционного суда Украины. Это правда, это правда. У нас сегодня будет правда очень серьезная программа, потому что мы сегодня позвали человека, который, наверное, лучше всех в журналистском сообществе украинском разбирается в судебной сфере, лучше всех понимает, что такое суды, как они работают и зачем они вообще существуют. И мы его сегодня будем оставшееся время мучить. Я небольшую историю расскажу про то, как Казарин мне вернул сегодня молодость. Ненадолго, но вернул молодость мне сегодня Казарин. Черт, мне самому интересно, ну-ка. Ты же приличная. Она приличная, она, значит, издалека тянется во времени. Много лет назад, лет 10, наверное, назад, я приехал в самый первый мой приезд в Газу, в сектор Газа, там как раз была большая операция израильских сил, израильской армии, все время бомбили. Мы были большой группой журналистов, один из журналистов был в бронежилете, на которой кириллице было написано пресса. Вот просто кириллице было написано пресса. А ты можешь себе представить, что там, значит, ребята, Хамас, их много, потому что каждый взрыв, тут же появляется толпа. Они все время спрашивали, типа, а что на нем написано? И я вечером уже потом, в этот день, я этому парню, который был в бронежилете с надписью «Кириллица пресса», говорю, я тебе сегодня минимум трижды жизнь спас. Он говорит, как это? Я говорю, ну вот я же мог сказать, что написано «Израильские поселения», но я же не сказал. Так вот, при чем здесь Казарин? А сегодня Казарин приехал тоже туда, Павел Казарин, мой коллега, соведущий, до недавних пор уважаемый человек, вот он тоже сегодня приехал туда под Конституционный суд, и толпа людей, и многие с ним здороваются, кто-то с ним даже фотографируется. И я думал так, а вот я могу любому из этих людей сказать, что Казарин два дня назад в эфире называл партию ОПЗЖ нашей любимки? Твои любимки. Нет, 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 все записано, все записано. И любой из этих людей, в принципе, ну должен был бы Казарин, наверное, на части разорвать. В общем, Юра нам рассказал историю, как 10 лет назад он чуть не стал провокатором, и как он удержался от рецидива сегодня во время акции под Конституционным судом в Киеве. А ты что переначал опять на какой-то свой лад? Провокатор? Что ты? Я на язык дистиллированной правды перевожу все твои спичи. Ты как будто судья коррумпированный, выдумываешь какие-то необоснованные вообще истории. Слушайте, конечно, акции протеста под Конституционным судом и то, что улица говорит свое слово, возмущаясь против решения Конституционного суда, который, напомню, накануне снес, по сути, антикоррупционные законодательства в нашей стране и обнулился. С подачи казаринских любимок ОПЗЖ. И твоих. Да почему моих? Я это никогда не называл в эфире, а ты называл. Я подарил тебе это слово. Так вот, то, что улица говорит, это, конечно, хорошо. Если страна, она, собственно, не впала в кому и она реагирует на внешние раздражители, это всегда позитивный момент. Но у всего этого должно быть какое-то развитие, у всего этого должно быть какое-то правовое решение. И те решения, которые сегодня власть пытается принимать, реагируя на конституционную коллизию с подачей судей, которая у нас в стране возникла, она на самом деле вызывает вопросы. И, может быть, кстати, мы вот на эти вопросы сегодня попробуем поискать ответы с Антоном Новымлюком. Слушай, ты извини, мы практически пять минут проговорили. Ну, мы проговорили пять минут, и прежде чем уже давать окончательное слово Антону и превращаться в таких созерцателей его сегодняшнего эфирного триумфа, давай расскажем вот буквально несколько слов о том, как прошла сегодня акция. Тем более, я так понимаю, что она еще продолжается. Нет, уже не продолжается. Я подходил, я видел, как она разошлась, но дело в том, что фаеры летели, плакаты были. Покрышки забросили через забор на территорию, как раз принадлежащую конституционному суду, и потом еще умудрились их уже там, на той территории поджечь. Был Беркут, были презервативы, которые точно так же... Беркута не было. Хорошо, был не Беркут, а люди, которые, скажем так, у многих вызывали ассоциации с тем, что они шесть лет назад видели на главной площади украинской столицы. На самом деле, протест был. Это хорошо. Однако же, я повторюсь, у всей этой ситуации должно быть разрешение на уровне кабинетов, на уровне законопроектов, на уровне парламентско-президентских решений. А вот с этим, на самом деле, вопросов у нас значительно больше, чем ответы. Судебная коллизия и состояние судебной системы. Антон Наумлюк, главный редактор портала «Град» и сегодня вместе с нами. Что ты вообще обо всем этом думаешь? Пока шутили все пять минут. Я здесь был на связи с нашей корреспонденткой, которая сейчас слушает брифинг, ну и, собственно, участвует в брифинге председателя Конституционного суда и слушает все его объяснения, оправдания, там, как угодно можно назвать. Говорит он уже очень долго и говорит в основном не по существу дела, а вот о той роли Конституционного суда в защите строя, вообще в защите государственности, которую он себе представляет. И вообще-то, вот это так и есть. То есть Конституционный суд, это вообще-то не суд в нашем привычном понимании, который выносит решения, там, рассматривает позиции сторон, там, какие-то либо примирительные решения, либо наказывает кого-то и так далее. Нет, это фактически политический орган, который стоит на страже и соблюдении Конституции. Вот он проверяет решения депутатов, органов власти на соответствие Конституции и не более того. Более того, он не может рассматривать по своей инициативе, он рассматривает то, что ему подали. Вот подали 47 депутатов, ему вопрос, там, нормы, там, уголовного кодекса соответствуют Конституции или нет. И он выносит решения. Извини, я тебя перебью, хочу уточнить. То есть, если будет принято какое-то абсолютно неправомерное, идущее в разрез с Конституцией решение законодательной властью, или будет принят какой-то, там, я не знаю, подписан какой-нибудь указ президента, тоже такой же вопиющий. Но никто не пожалуется, никто из тех, у кого есть право обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть на соответствие такого закона или такого распоряжения, на соответствие его основному закону страны, то не будет рассматривать. Просто потому, что никто не обратился, просто потому, что никто не озаботился. Ну, грубо говоря так, но на самом деле в законодательстве прописаны меры, которые предполагают вот эту экспертизу, конституционную экспертизу, ну, фактически для всего, что принимается депутатами в парламенте или в правительстве. Но одновременно, давайте на чистоту, Конституционный суд страны, по большому счету, своим решением, когда он отменяет антикоррупционные, сносит антикоррупционную систему, один из его мотивов, это на самом деле защитить судейскую касту. Вот, например, заявление Конституционного суда на сайте суда, оно по большому счету говорит, да, антикоррупционная реформа нужна, это требование общества, но мы ее должны реализовывать без нарушения принципа независимости судебной власти. То есть они, по сути, говорят, ребят, вы нас перестаньте делать субъектами декларации, ну, то есть, чтобы мы не подавали декларации, чтобы вы не проверяли, не применяли в отношении нас вот этого антикоррупционного надзора, и тогда, условно говоря, мы подумаем. Исключите нас из числа тех людей, на кого распространяется законодательство. Да, а кроме того, мы понимаем, что тут еще, возможно, история про какую-то политическую коррупцию, потому что УПЗЖ подает представление, и, возможно, судьи еще чем-то мотивированы. Это предположение бездоказательное, но тем не менее. Ну, я так предполагаю, что, на самом деле, эти фамилии депутатов, это вот, ну, только малая часть тех, кому, тех депутатов, кому вообще-то это решение выгодно. Тех, кто не хочет, чтобы его декларации вот фигурировали для общественного контроля, для контроля экспертного агентства, антикоррупционного агентства и так далее. Но вообще-то тезис о том, что исполнительная власть не должна контролировать судебную и влиять на нее, и иметь возможности влиять, в том числе через, там, декларации, да, проверку декларации давления, ну, это вообще-то правильный тезис. Это три ветви власти, которые должны быть независимы друг от друга и не должны влиять друг на друга. В хорошем, вот, в идеальном понимании демократического устройства государства. Но кто-то же должен следить за тем, чтобы конституционный суд... Да, выше рада правосудию. То есть есть орган судебной системы, который должен контролировать и... Мы все время, видишь, говорим, должен, должен... Слушай, ну, на пленках, которые НАБУ публиковала, там очень четко Павел Вовк, глава ОАСКО, окружного админсуда Киева, говорит о том, что им подконтрольные ВРП, высшая рада правосудия, и конституционный суд Украины. То есть, по большому счету, это история про то, что одна голова дракона коррупционного должна контролировать другую голову. Ну, то есть, это замкнутый круг. Это мафия контролирует мафию. Ну, и вот здесь, мне кажется, самое главное противоречие и вся причина сегодняшнего конституционного кризиса, а это однозначно конституционный кризис, в том, что законодательно может быть система и выстроена в демократических принципах. Но что делать, когда эти независимые ветви власти сами коррумпированы изнутри, и их невозможно контролировать снаружи, вот этому ответа никакого фактически нет. Более того, этого ответа нет и в Офисе Президента, потому что они сегодня попытались зарегистрировать, соответственно, постановление то ли о распуске конституционного суда. По-моему, это было вчера ночью глубоко. Ну, и важно. Не принципиально. Они пытаются как-то срочно отреагировать, но проблема в том, что это постановление, судя по всему, создает больше проблем, чем способно решить этих самых проблем. Антон, ну вот смотри, получается, Конституционный суд сносит коррупционную систему, это чреватое отменой без виза и прекращением сотрудничества с западными донорами и так далее, и так далее. Президент созывает СНБО, обещает какие-то действия, и он что-то вообще может сделать? Ну, я бы, во-первых, хотел бы сказать, что, ну, никакая, конечно, антикоррупционная система и борьба с коррупцией не останавливается, и там декларирование, например, своих доходов, оно тоже не останавливается, оно продолжается, как оно и было, просто теперь нет, во-первых, свободного доступа к реестрам, а, во-вторых, у Национального агентства по предотвращению коррупции нет возможности их проверять и там выносить какие-то решения. То есть ограничена их функция контроля. Ну, подожди, если есть реестр, если есть какая-то декларация, которую нельзя проверять и которую никто не видит, то считай, что ее нет. Ну, не то чтобы никто. То есть органы, которые имеют право ее изучать, они есть. Просто логика Конституционного суда какая была? Для того, чтобы исполнительная власть не могла давить на судебную, мы закрываем декларации, с помощью которых вот этот орган, Национальный агентство по предотвращению коррупции... Другое дело, что они не стали разделять, например, судей и чиновников, и депутатов, а все в одну кучу свалили. Я думаю, что если бы они закрыли декларации судей и вот эту функцию брали бы у агентства, наверное, реакция была бы не такой серьезной. Предположи, почему они сделали все в одну кучу? Почему они не сделали вот то, что они сделали, только для судейского корпуса? Ну, обычно я в таких ситуациях отвечаю, что ну могли и сделали. То есть по закону могли, могли. В рамках закона и своих полномочий, да. Ну хорошо, есть вот законопроект президента Зеленского, где он предлагает распустить Конституционный суд. И что ты про это думаешь? Каков процесс прохождения такого рода законопроектов? Здесь я, наверное, вот сейчас сошлюсь на того же главу Конституционного суда, который только что во время своего брифинга сказал, что если такой законопроект будет вообще в рабочем состоянии, будет в Раде, то это будет иметь признаки Конституционного переворота. Потому что у нас Конституционный суд настолько защищен, что его нельзя решением парламента сковырнуть? И решением парламента, и указом президента. Неважно, его невозможно, судей Конституционного суда невозможно убрать, если не будут выполнены там ряд условий. Это гибель судьи, 9 лет его нахождения, да, каденция на этом месте. И если он старше 65 лет, например, достиг 65-летнего возраста, тогда он, соответственно, покидает свой пост. Да, ну и плюс уголовные преступления, которые он совершает. И в этом случае большинство, ну не большинство, а там определенное число... Две трети. Две трети. От количества Конституционного суда должно тоже все рассмотреть. То есть, по большому счету, они железобетонно защищены в таком правовом бункере. Судить их за решение Конституционного суда нельзя. И некому. Даже если оно откровенно антиконституционное, или там, условно говоря, откровенно имеет признаки преступного действия. Парламент с ними сделать ничего не может, президент с ними сделать ничего не может. То есть, по большому счету, пришли чуваки и обнулили евроинтеграционные обязательства Украины. Без последствий для себя. Без последствий для себя. Ну, если утрировать и вот, скажем, убрать все нюансы, наверное, это так и выглядит. Но на самом деле, если вы хотите жить в демократической стране, если вы хотите, чтобы эта страна была законом, с Конституцией, которую исполняют все, то должен быть орган, который бы следил за исполнением этой Конституции. И вот Конституционный суд именно должен быть таким органом. Другое дело, что демократия не предполагает, ну, точнее, как, она не знает ответа на вопрос, что будет, если вот самый верховный, что ни на есть орган в государстве, если он будет гнилой. Вот что с этим дело? Ну, невозможно. Такая система, это демократия. А высшая рада правосудия, как мы знаем, там тоже клейма ставить негде, потому что она фигурировала и на пленках, которые опубликовывала НАБУ. То есть, например, если бы высшая рада правосудия, условно говоря, следила бы за Конституционным судом, то мы бы тоже не могли надеяться на триумф права и справедливости. Потому что мы понимаем, что никто толком не может следить за высшей радой правосудия. Но там же есть еще один момент. Я так понимаю, что теперь, после этого решения Конституционного суда, и после того, как антикоррупционные органы кастрировали, НАПК не может проявлять декларации, у нас результаты выборов не могут вступить в силу. Ну, не всех, но да, невозможно провести спецпроверку избранных мэров городов, например. Они должны пройти спецпроверку при вступлении в должность. Да, то есть их вот, и в том числе декларации, образ жизни, ну, такое понятие должны были проверить. Но теперь это невозможно сделать, потому что у агентства по предотвращению коррупции эти функции исчезли. Решение Конституционного суда вступает в силу вот с момента его принесения. А, то есть оно уже вступило в силу, уже сейчас все это работает. Фактически, да. Есть тоже тут один нюанс. Судьи не оставили времени в своем решении для того, чтобы законодатели, например, смогли бы как-то в срочном порядке исправить эту ситуацию. Изобрести какой-то другой орган с другими функциями, отделить депутатов и чиновников от судей и так далее. То есть они не оставили это времени. Но, напомню, например, по решению по поводу НАБУ, такое время фактически оставили. То есть в сути не вынесли решение, что вот сейчас его нужно этот орган разогнать, и вступило в силу решение. Вот орган больше не легитимный, не действительный. Я предполагаю, смотри, какая вещь может быть. Я понимаю, что это такая исключительно выдумка. Я понимаю, что это исключительно сейчас попытка что-то такое придумать. А если, скажем, парламент будет принимать раз за разом как раз законы, например, обязывающие публиковать все декларации всех чиновников, пускай, значит, Конституционный суд их зарубает, признает их несоответствующими основному закону, хорошо, вы этот зарубили, мы еще раз внесли новый, проголосовали. Я уверен, что президент способен сейчас собрать под эти законопроекты голоса. Я сейчас о другом говорю. Я сейчас говорю о том, теоретически такая схема может работать, или даже теоретически в какой-то момент Конституционный суд все зарубит, поставит точку, даже сделает невозможным рассмотрение такого рода законов. Не, ну это такая софистика, потому что... Понятно, что я так сразу и сказал. Потому что решение-то уже принято неконституционным. Выносить такое же решение... Нет, нет, оно может по-другому. Они там вместо декларации, может быть, что-нибудь там типа перечень имущества. Там, понимаешь же, главная проблема, что после решения, я так понимаю, нынешнего Конституционного суда, те уголовные дела по поводу коррупции... Например, да. ...из-за уже выявленных несоответствий в декларациях, они же все теперь должны быть закрыты и обнулены, правильно, Антон? Ну, по идее, я так понимаю, что да. Там, по-моему, больше ста уголовных дел, они должны быть закрыты. Потому что теперь и все нарушения при подаче декларации, они декриминализированы. То есть это административная статья. То есть это что получается? Закон имеет обратную силу, если уголовные дела заведены еще тогда, когда доступ к ним был открытым и никто не запрещал... Ну, потому что Конституционный суд приходит и говорит тебе, изначальное решение было неконституционным. То есть то, что ты получил доступ... Тебя реабилитировали. Тебя реабилитировали. Ну, не совсем, скорее просто перевели в административную ответственность. Конституционный суд посчитал, оправдывал это решение тем, что урон, который наносится при вот этом нарушении, когда там неправильно задекларировано или что-то упустили, не задекларировано, как, например, у судей Конституционного суда, там, участок в Крыму, то это не наносит такой ущерб обществу, чтобы вводить уголовную ответственность за нее. Ну, кстати, Юра, отвечая на твой вопрос, можно ли вот эту постоянную чайхарда на перегонки, ну, понимаешь, если депутаты и чиновники будут знать, что Конституционный суд снова отменит принятое тобой решение, они даже не будут подавать декларации. Не-не-не, а вот оно пока какое-то время работает... Они не будут подавать, они не будут подавать, зная о том, что он все равно отменит. Какой смысл? Я так понимаю, вообще из этого... Вот я смотрю, открываю, например, один из комментариев. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Венеславский говорит, что нет никаких юридических возможностей остановить, урегулировать эту ситуацию с Конституционным судом Украины. Что, по большому счету, мы в тупике. Ну, по большому счету, так и есть. Потому что вот самая-самая верховная сила в государстве, которая может сказать, что правильно, а что нет, что хорошо, а что плохо, вот свое решение вынесла. То есть у нас император Палпатин, который следит за законностью, внезапно оказывается верховным ситхом, мы видим его лицо, и ничего сделать с этим не может. Ну, не то чтобы не можем, просто вот они вынесли такое решение. Эти законы, эти там меры уголовного преследования и так далее не соответствуют Конституции. По большому счету, дальше, вот если выходить из этого кризиса, то дальше есть два пути. Либо нарушить Конституцию и разогнать Конституционный суд, значит, ввести туда новый состав судей, которые что? Подконтрольны президенту? Подконтрольны парламенту? Политическому органу, между прочим, в котором куча партий со своими интересами политическими, которые не всегда, я бы сказал, далеко не всегда соответствуют интересам государства и общества. Что, ввести туда подконтрольных судей, получается? А как? Либо принять эти решения Конституционного суда и дальше попытаться, ну, наверное, в каком-то там турбо-режиме, в ускоренном режиме, как это сейчас модно называть, обкладывать это решение какими-то заплатками законодательными для того, чтобы там изобретать новый орган, новые функции, которые бы соответствовали Конституции, которые бы не затрагивали интересы третьих лиц. Решение Конституционного суда касается только части депутатских запросов. Другую часть они разделили и пока даже не давали по ней ответ. Но получается, что она совершенно не нужна. То есть у нас, по сути, в судебной системе рванул Чернобыль, и единственное, что мы можем сделать, это сделать полосу саркофаг, накрыть его и ждать, пока, соответственно, вот период полураспада у всех его судей закончится. Ну, по большому счету, если соблюдать Конституцию, если мы хотим оставить демократическое устройство общества и государства, то, наверное, да. Антон, скажи, пожалуйста, а в принципе судебная журналистика, как часто имеют дело и судебные журналисты с конституционным, прошу прощения, судом Украины? Или это наоборот, что-то там, скажем так, что-то из ряда вон выходящее, только тогда, когда такие вот скандалы возникают, только тогда судебные журналисты обращают внимание на Конституционный суд? Ну, вообще, Конституционный суд, вот, собственно, с чего мы начали разговор, это такой политический орган, это не судебные органы. И мы изначально в своей редакции, когда проговаривали, какой у нас мандат и какая наша информационная повестка, мы сразу сказали, что Конституционный суд для нас это орган политический, про политику мы не пишем, мы пишем про суды. Понятно, что сейчас это все настолько переплелось, что сложно разобраться, где заканчивается политика. Сложно найти неполитический суд. Да, где заканчивается политика, где начинается только суд, а где они там совместно идут как-то рядом. А сейчас ситуация с решением Конституционного суда, с одной стороны, она дико политизирована, это просто совершенно политический Конституционный кризис. С другой стороны, ну, там, я не знаю, об этом может говорить, например, то, что судья, председатель суда, Конституционного суда, говорит, что он собирается встречаться с президентом, офис президента говорит о том и обсуждать сложившуюся ситуацию. Офис президента утверждает, что разговор уже состоялся, насколько я знаю, уже дважды он состоялся, например. Но это вот политические процессы, которые для нас, для судебной журналистики, вроде бы как, вообще никак не относятся. А с другой стороны, отменяются вот эти уголовные дела, которые уже возбуждены, антикоррупционные уголовные дела, которые уже возбуждены, а мы о них пишем. То есть сейчас мы должны переформатировать и объяснить читателям, почему человека хотели привлечь к ответственности к уголовной, а сейчас он там отделается каким-нибудь, я не знаю, минимальным штрафом. И где здесь, в общем, общественный интерес в том, что он именно этим штрафом отделается. Ну, Конституционный суд, судя по всему, будет не только на этой неделе у нас ньюзмейкером, потому что там же на рассмотрении, тоже вот, на соответствии Конституции, закон о высшем антикоррупционном суде, который, соответственно, может исчезнуть с правовой карты страны, если Конституционный суд отменит этот закон. Точно так же там закон о языках на рассмотрении и закон о земельной реформе там на рассмотрении. То есть, по большому счету, Конституционный суд, который сейчас заблокировал антикоррупционную работу органов власти, он точно даже может снести земельную реформу, ну, рынок земли, закон о языках и высший антикоррупционный суд. Ну, по идее, да, если эти решения будут признаны несоответствующими Конституциям. Если эти судьи, этот состав Конституционного суда сочтет, что эти решения не соответствуют Конституции. Ну, это довольно легко проверить. То есть, это, Конституция, это вот список норм, довольно широких, конечно, да, которые потом уточняются там законодательными актами, подзаконными актами и так далее, но в целом, в общем-то, понятна логика принятия этих решений. Если в Конституции прописано, и это было одно, кстати, из частных мнений судьи, одного из двух, который не поддержал вот это решение Конституционного суда, если в Конституции прописан курс на Европу, на европеизацию, на демократические ценности именно западные, европейские, то они должны соблюдаться в том числе и в законодательных актах. Ну, там, борьба с коррупцией, там, ответственность и так далее. А с другой стороны, что значит норма о европейском курсе? Вот она ничего не значит, кроме статьи. Ну, то есть, по большому счету... Никак не расшифровывается, да? Послушайте, ну, то есть, по большому счету, все равно про пространство для субъективных оценок, для какой-то вот вариативности вот у судей Конституционного суда остается. Если они злонамеренные ребята, то они вполне могут найти для себя какую-то лазейку для того, чтобы сносить почему-то заказу или, в принципе, в рамках политической вражды с другими ветвями власти какие-то украинские нормы закона и какие-то украинские... Ну, именно поэтому их представляют и вообще их выдвигают сразу несколько ветвей власти. Их выдвигает президент, их выдвигает парламент, их выдвигает само судейское сообщество. То есть, по идее, вот эти все противоречия, они должны быть сбалансированы как раз тем, что этих людей, этих судей выдвигают разные политические силы, разные ветви власти. Но ведь, мне кажется, вообще история с Конституционным судом Украины, который взял, снес антикоррупционную систему и поставил страну на грани очень большого политического, управленческого, любого другого кризиса, это в значительной степени не история про исключения, а, быть может, история про правила. Вообще, вот ты и твои коллеги, Антон, вы занимаетесь тем, что ходите на судебное заседание, смотрите за тем, как идут процессы, следите за судебными решениями и так далее, и так далее, и так далее. Есть какая-то тенденция последнего времени, которую ты подмечал? Ну вот, наверное, то, о чем мы сейчас говорили. Это, на самом деле, нисколько не новость, но сейчас, мне кажется, это очень стало откровенно, это слияние политических процессов и судебных процессов, которые настолько начали друг на друга влиять, что довольно сложно предсказать, какой результат для политических процессов в стране, для выборов, для рейтингов и так далее, будет после того или иного судебного решения. Ну, то есть, вспомните, как начинался процесс по делу Павла Шеремета. Когда большая конференция, приезжает президент, приезжает прокурор, приезжает министр внутренних дел, которые втроем говорят, что они расследовали, ну, там, точнее, следствие нашло виновных, сразу показывают пальцем и так далее. То есть, это абсолютно политический был процесс, не юридический. Скажи мне, пожалуйста, Антон, а когда произошла вот эта вот торжественная смычка политики и юриспруденции? Ну, она всегда была, просто сейчас это стало, просто сейчас судебные системы и судебные процессы именно используют как инструмент в политической борьбе. И вот здесь очень страшно, что... Ну, так было всегда. Вот Юлю Тимошенко посадили в тюрьму, как раз потому, что... Ну, формально считается, что сейчас политических заключенных в Украине нет, потому что не преследуют именно за политическую деятельность и как конкурентов в политической борьбе. Ну, а ты, среди прочего, упоминал, что суды закрываются. Да, ну, это довольно сложно объяснить. С одной стороны, судебная система, в принципе, стремится к тому, чтобы быть закрытой, и правоохранительные органы тем более ей в этом помогают. А с другой стороны, карантин и все антиковидные меры, они дали просто карт-бланш для всех, кто хочет закрыть свои заседания, хочет там не допустить журналистов или там общественных мониторинга, мониторов на свои судебные заседания и так далее. И мы сталкиваемся с этим не просто чаще, а вот буквально каждый день. Там вчера дошло до того, что журналист намеревался, если его не допустят в суд, просто вызывать уже полицию, потому что это было совершенно незаконное решение. А какой суд? Да я уж не помню, но это был по суду сквера Чкалова. А, то есть это киевский какой-то один из районов судов? Киевский районный суд, да. И совершенно такой конфликт местечковый. Люди пытаются отстоять против застройки сквера Чкалова, ну и вот судебный процесс по этому поводу. То есть по большому счету... То есть даже не политический процесс, просто какой-то хозяйственный. Но тем не менее, каста проведет себя как каста. Подвинь стандарты. Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина от Юрия Мацарского на радио НВ. Мы сегодня тройные стандарты. Говорим вместе с нашим коллегой, главным редактором портала Грата, Антоном Наумлюком. Портал Грата, напомню, занимается судебной журналистикой. Слушай, у меня вопрос, который тебе задавали сто тысяч миллионов раз. И Юра, наверное, в этой студии когда-то тебе его задавал. Но тем, кто, быть может, пропустил. Мы... То есть для Паши. Да, для меня. Мне ответь. Да, Юра, закрой уши. Судебная журналистика. Она о чем и для кого? Ну, это нишевая журналистика. И наше издание тоже нишевое. И мы это, в общем, прекрасно понимаем. Оно не для всех. То есть это не тема, которая интересует всех. Это тема, которая интересует, ну, во-первых, как бы специальное сообщество. То есть судей, силовиков, адвокатов, юристов, журналистов, правозащитников и тех, кто вообще интересуется соблюдением прав человека. Потому что тут, конечно, суды совершенно неотделимы от правозащиты. Ну, а во-вторых, это журналистика о тех процессах, которые проходят внутри государства, внутри органов власти и, прежде всего, судебной системы, а наружу выходят в виде судебных процессов. И вот мы показываем, как эти судебные процессы отражают внутренние закономерности, которые происходят в государстве. Ну, то есть, вот это сращивание политики и судебной системы, например, о том, чем мы говорили в предыдущих блоках, и использование судебной системы как инструмента политического давления в том числе, его невозможно показать, если не рассказать о судебных процессах, которые происходят. И невозможно показывать, ну, на отвлеченных каких-то примерах, нет, ты берешь и раскладываешь весь судебный процесс, как он происходит, как работает следствие, как работает там прокуратура в суде, как суды выносят решения, чем они это обосновывают. Но, надо сказать, что гораздо больше, ну, или не гораздо больше, ладно, там, наполовину приходится объяснять для общества, для читателей, вот эту логику принятия решений судей, которые в том числе ограничены законодательными актами. Потому что общество требует справедливости, которая далеко не всегда совпадает с законностью. А почему так происходит? Несовершенство законодательства? Нет, просто законы для всех, а справедливость для тебя одного. В Украине, если смотреть на доверие к государственным институтам, то доверие к судам, ну, находится на одной из последних срочек. Совсем грустно. Нет, не доверяют судам. У тебя есть объяснение, почему в Украине не доверяют судам? Ну, во-первых, и самое, наверное, главное, это вот эта коррупционная составляющая. Люди, которые не доверяют судам и дают им отрицательную оценку, при этом всегда себе в голове держат, что вот если со мной что-то случится, то, в принципе, можно будет договориться, занести, найти адвоката, который сведет там с прокурором и разрулит это дело и так далее. То есть, вот эти все серые схемы, которые не имеют отношения к судебной системе и тем не менее ее сопровождают, они, с одной стороны, для общества неприемлемы, потому что это разрушает государственность. И вот сегодняшняя ситуация с Конституционным судом это как раз об этом, что мы дошли до ситуации, когда коррупция разрушила и ржавчины разъела просто с самой верхи вообще судебной системы, которые должны быть неприкосновенны. А с другой стороны, это очень удобный инструмент, обхода вот этих строгостей законов, там, несправедливых судебных решений всегда можно занести, договориться, и общество это прекрасно себя понимает. Поэтому оценка судебной системы, она в любом случае будет низкая и прежде всего из-за коррупции, и из-за того, что судебная система сама не выстроена, у нас 30% нехватки судей. Почему? Ну просто вот их нет, их не подготовили, их не запустили в систему, их не готовы государство еще обеспечивать, и так далее, просто их вот еще нет. Скажи мне, пожалуйста, вам, как нишевому изданию, ты сам этот термин употребил, наверняка видно лучше, чем нам, наверняка видно лучше, чем многим другим. Что же произошло с реформой судебной? Появлялись новые структуры, появлялись антикоррупционные структуры, но при этом мы видим, что доверие к судам не увеличивается, мы понимаем, судя по всему, что коррупция в судебной системе, если уменьшилась, то незначительно, а может быть даже и наоборот выросла. Что происходит? Вот на уровне как раз судебной реформы, она стартовала, или она так и не стартовала, или она стартовала, но буксует на каком-то этапе, что там вообще творится? Ну это, конечно, разговор не для вот там пяти минут, но если вот ну как-то метафорически говорить, нарываясь на неуважение к суду, то по большей степени занимаются перестановкой кроватей, а не вот решением проблемы. Поэтому появляются новые суды, в том числе специализированные суды, антикоррупционные, которые председатель конституционного суда называют неконституционным. Такого суда не должно быть по конституции. Вы конституцию измените, тогда суд может появиться. Так вот, появляются новые судебные системы, новые суды в системе, появляются новые инструменты вынесения решений судебных, появляются новые органы расследования, как, например, был орган спецрасследований, который возглавлял Горбатюк и так далее. Но все это не приводит к окончательному результату, когда общество может сказать, что законодательство исполняется судом, когда общество чувствует, что есть неотвратимость наказания. Нет, все видят, что вот эта система, коррупционная система во многом, она выстроена так, что от нее можно уйти, то есть от преследования можно уйти, либо с помощью денег, либо с помощью политического влияния, с помощью давления, с помощью улицы. И это тоже результат того, что общество добилось определенных побед в демократичности с помощью улицы, с помощью Майдана. Но это обратная сторона, когда государственные институты становятся слабее от того, что улицы становятся сильнее. Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина и Юрия Мацарского. Антон, я так понимаю, что судебная журналистика не до конца раскрывает самоопределение, не до конца раскрывает суть того, чем вы в целом занимаетесь. Почему? Потому что я смотрел у вас на сайте и сейчас можно зайти и увидеть на первой же странице подробный онлайн по всем нарушениям связанным с голосованием в день местных выборов. Это же не судебная или не только судебная, это досудебная журналистика тоже. Как вы выбираете тему? Зачем следить? Почему вы вдруг решили следить за заходом местных выборов тоже? На самом деле все равно, даже если кажется, что это не относится к судебной системе и к тому, как она работает, к описанию того, как она работает, это скорее нарушения, которые должны дойти до суда. по нашему мнению. Я поэтому сказал, извини, досудебная. Поэтому это целый комплекс тем, которые входят в такое большое понятие судебной журналистики, но это и деятельность правоохранительных органов, это деятельность силовых структур, и преступления, которые не доходят до суда, а вообще-то должны доходить, и тем более об этом надо писать. и о том, как суды работают, и о том, как они хорошо работают, плохо ли работают, выносят решения, которые общество принимает или не принимает, потому что ему кажется, что это решение несправедливое, и так далее. То есть вот это весь целый комплекс тем, которые мы стараемся освещать. По поводу выборов мы, если прочитать, там, конечно, не все, потому что их самих заявлений только о нарушениях на этих местных выборах было, по-моему, больше пяти тысяч, а в итоге в онлайн входят только какие-то либо самые резонансные, либо, и вот с этим критерием мы подходим вообще к выбору тем, те, которые показывают, как работает система. То есть не какие-то частные случаи, не какие-то частные случаи нарушений, за которые... Наиболее показательные. Ну, даже мало того, что показательные, еще и которые тянут за собой выводы о работе всей системы. Ну, например, любые пытки в органах полиции. Вот полицейские пытают людей, пытаясь добиться от них признательных показаний, и фактически... Их довольно много таких случаев, и, к сожалению, их становится все больше с каждым годом, несмотря на реформирование полиции и вообще силовых структур. Но... Статистика показывает. Но мы отбираем те случаи, которые говорят о том, что система их пытается прикрыть. Что этих полицейских начинают переводить из одного участка в другой. То есть, замывают следы просто, где он работал, где он подвергался каким-то преследованиям или подозрениям в пытках и так далее. Пытаются закрыть дела против них, пытаются надавить на свидетелей или потерпевших и так далее. Вот там, где система пытается прикрыть это преступление, это вот как раз наш случай, мы о нем должны обязательно написать, потому что мы пишем не о... и о преступлении, и о самих пытках, и о человеке, который им подвергся, но и о том, как система отреагировала на этот эксцесс. И если система реагирует плохо, пытается прикрыть это преступление, то это вот нужно обязательно показывать, доносить до общества и читателей. Я открываю град, вот, например, ваш рубрикатор темы это Крым, это обмен с заключенными, преступление на почве ненависти, реформы, свобода слова, война на Донбассе, пытки, сепаратизм, дела Майдана, домашнее насилие, декоммунизация и так далее, и так далее, и так далее. Тут довольно большой рубрикатор. Вы, с одной стороны, копите материалы о том, как расследуется, точнее, не как расследуется, а как иду судебное разбирание, разбирательство по делам, связанным с этим, но вы готовы делать какие-то выводы? Вот ты сейчас можешь ответить на вопрос, какие тенденции существуют в украинской судебной системе и так далее, и так далее, и так далее. Ну, ты говоришь об экспертных оценках, но мы, когда открывали издание, мы сразу проговаривали наши принципы работы и постоянно их проговариваем сейчас, потому что новые какие-то какие-то вызовы происходят, и нам приходится на них реагировать, и мы изначально решили, что никаких экспертов у нас на страницах точно не будет, эксперт для нас это источник фактологической информации. Вот если человек что-то знает, фактаж какой-то о деле, то мы готовы с ним говорить и его слушать, его данные использовать. Плюс, конечно же, слушать стороны, все стороны судебного конфликта, это далеко не обязательно, что их две, чаще всего их гораздо больше, и судьи, к сожалению, зачастую выступают тоже как одна из сторон конфликта в судебном процессе. Поэтому каких-то экспертных оценок у нас в нашем СМИ точно не будет, и, в общем, мы считаем, что это не журналистская работа. А с другой стороны, я всегда стремился, и, в общем, ребят, своих журналистов наших, призываю к тому, чтобы они специализировались на определенных темах и разбирались в них настолько, чтобы могли дать экспертную оценку, если у них спросят, например, там в эфире радио НВ. И у нас есть эксперты по антикоррупционному праву и антикоррупционным судебным процессам, у нас есть эксперты по, ну, понятно, крымским делам и о преследованиях России, граждан Украины в Крыму и не только в Крыму, у нас есть эксперты по делам военным и сепаратистским, террористической направленности, связанных с войной на Донбассе и так далее. То есть все-таки мы стараемся, чтобы журналист с течением времени становился, вот приобретая опыт в описании этих дел, изучая их, становился экспертом в какой-то отрасли. Сказать, что вот сейчас я смогу вам перечислить там тенденции в судебной системе, ну, наверное, нет, потому что это, наверное, не задача, во-первых, журналиста, а с другой стороны, это слишком большой массив данных, которых нужно, ну, я не знаю, на редакционных планерках обсуждать. Подвиньи стандарты Подвиньи стандарты Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарського на радио НВ Двойные стандарты сегодня с вотч-догами украинской судебной системы системы порталом Грат и ее главным редактором Антоном Наумлюком. Пытаемся разобраться, что вообще происходит с судебной системой в стране и на оккупированных территориях в частности. Вот важно понимать, что происходит, как раз вот ты правильно подчеркнул, что происходит с судебной системой на оккупированной территории, причем даже черт с ней с этой судебной системой, как эта судебная система используется для гонений, используется для преследований украинских граждан, для преследований проукраинских людей, которые остались во множестве, насколько я понимаю, остались, например, в оккупированном Крыму. Скажи мне, пожалуйста, Как вы в Гратах следите за тем, как работают и как работают оккупационные судебные органы? Мы когда говорили о том, что суды в Украине постепенно закрываются, это на самом деле процентов 10 от того, насколько они закрыты в Крыму и на российской территории, где судят, прежде всего в военном суде в Ростове, где судят крымчан. Туда, в судебный процесс просто невозможно попасть, и несколько дней назад было издано постановление, которое вообще закрывало судебный процесс от журналистов, родственников, вообще от всех, кроме участников процесса, и с этим ничего невозможно сделать. То есть мы можем опираться только либо на аудиозаписи, которые сделает адвокат и передаст журналисту, либо как-то договариваться с пресс-службой, чтобы опять же эту аудиозаписи заседания получить. Если же такой возможности нет, то все, судебный процесс фактически проходит в закрытом режиме. Извини, а на основании чего было издано это распоряжение? Это вот используется в антиковидные меры. А то есть прикрываться пандемией? Да, да. И такая ситуация уже была, начиная с весны и почти все лето. Суды, которые находятся под контролем России, были закрыты. И некоторые вообще не работали, и судебные процессы просто не шли. Некоторые вот в закрытом режиме рассматривали дела. И работать, конечно, совершенно в таком случае именно с судебными процессами невозможно. Ну, разве что, вот я говорю, опираясь на самих участников процесса. Учитывая, что судебная система как таковая, она в России и в Крыму тем более, она не работает для вынесения каких-то правосудных решений. Она работает для того, чтобы легитимизировать выводы следствия и тех органов, которые... То есть продолжение карательного аппарата. Ну да, то есть это фактически одна сторона, с которой адвокат, если он честный адвокат, а если не честный, то он и тоже является винтиком этой системы. То это просто одна сторона прокуратура, следствие, суд. А на другой стороне против них стоит обвиняемый и в лучшем случае его адвокат. Это история про 2% оправдательных приговоров, да? То, что ты описываешь в корресной системе. То, что, по-моему, гораздо меньше, чем 2%, но это даже не про оправдательные, а скорее вот про исполнение заказа судебной системой. То есть не разбираются нюансы, не разбираются там степень вины, и даже в рамках законодательства, которое и так довольно жесткое в России, да, и которое используется в Крыму, но даже в рамках этого законодательства не разбираются вопросы ответственности. А разбирается... да вообще ничего не разбирается. Просто исполняется то решение, которое изначально вынесло следствие для себя, которое подтвердила прокуратура и которую обговорили с судом. Это так происходит на политических процессах, например, в отношении украинских граждан, крымских татар в том числе, которых задерживают в Крыму, или так происходит в отношении, ну, любой судебной разбирательства в России? По большому счету любой. Понятно, что политические процессы, они просто изначально политические, поэтому у них результат заведомо известен. То есть еще до начала, даже не то что судебного процесса, до начала следствия уже известен результат, когда кто-то в больших кабинетах принимает решение преследовать вот этих людей по политическим мотивам. Вот уже понятно же, да, что их будут преследовать. А что от судьи зависит? На 13 или на 15 лет посадить? Ну, по большому счету да. То есть зависит, ну, там, срок, и то не всегда, и очевидно есть какие-то рамки там не ниже, там, стольки-то лет, да. Ну, и плюс от него, как это, даже не то чтобы зависит, но его роль — это легитимизировать это решение. То есть сделать его хотя бы видимым в рамках законодательства и процессуального кодекса. Ну, самое, наверное, очевидное — это тенденции, которые в судебной системе российской, которые привнесены в Крым, касаются крымских татар, которых обвиняют по делу об участии в Хизбут-Тахрир, исламской партии, которая признана в России террористической, а в Украине большинстве европейских стран нет. Она действует совершенно легально. И вообще-то по международному праву преследовать за это в Крыму не имеют права. Просто потому что украинская территория, и там должны действовать украинские нормы законодательства. Понятно, что Россия, которая называет Крым своим, распространяет на него свое законодательство, преследует крымских татар и мусульман вообще крымских по этому делу в огромном количестве. Больше 70 человек уже подверглись с 2014 года. И сейчас в суды пошли еще два дела. По Хизбут-Тахрир — это из Бахчисарая, из Красногвардейского района Крыма. И те сроки, которые суды назначают, вот начиная с 2016 года и до сейчас, ну, фактически они изменились в три раза. Увеличились, естественно. Выросли? Да. А это с пяти до пятнадцати? То есть первая севастопольская группа, уже три человека, во всяком случае, из нее, уже вышли, отсидев свой срок. Там у кого-то был, по-моему, четыре с половиной, у кого-то пять лет. Ну вот я как раз хотел порядок цифр, порядок этих сроков. Да, а сейчас вот запросили, вот последний раз запросили, прокурор запросил, и я абсолютно уверен, что, собственно, суд даст эти сроки для ребят из Красногвардейской, так называемой группы Хезбут-Тахрир. Там три человека, им запросили от пятнадцати до восемнадцати. И тут даже нет вот этих хотя бы приличий. Есть первая часть статьи об участии в террористической организации, это касается организации этой ячейки. Вот там до двадцати пяти или пожизненной может получить человек, и ему просят восемнадцать. А есть вторая часть этой же статьи об участии, об участии, да, в террористической организации, которая, казалось бы, должна быть гораздо меньше. Ему запросили пятнадцать. Три года разницы. То есть вообще никакой разницы теперь нет. То есть по большому счету, если в Крыму кто-то из украинских граждан попадет в руки российского правосудия и российской системы, и российская система сочтет необходимым обвинить его в чем-то политическом и так далее, то квалификация твоего адвоката ни на что не повлияет. Нет, абсолютно. То есть приговоры, приговор в любом случае будет обвинительный, и сам адвокат это знает. По большому счету роль адвокатов мы вот с Юрой очень часто это обсуждали, потому что это очень и печальная история, и это вот как раз история о том, как система разрушилась настолько, что она не функционирует вообще никак. Адвокат, который является одним из винтиков этой системы, он просто ей не нужен. И роль адвокатов Крыму вот в политических процессах свелась, во-первых, в попытках хотя бы хоть как-то снизить срок, ну хоть там как-то минимально его снизить, да, попытаться. А во-вторых, и самое главное, это просто набор, сбор документов, доказательств для Европейского суда по правам человека, который худо-бедно еще как-то имеет отношение к России, и Россия хотя бы там как-то учитывает, хотя уже по законодательству российского может этого и не делать. И роль адвоката только передача этих данных в Европейский суд по правам человека. Других инструментов борьбы с системой, которой противостоит обвиняемый его адвокат, просто нет. Антон Номлюк, главный редактор портала «Град» и помогает нам сегодня вести программу «Двойные стандарты», превратив ее своим присутствием в тройные. Антон, ты сказал, что вот с момента начала оккупации Крыма Российской Федерации приговоры стали строже, гораздо, причем теперь втрое больше просят прокуроры сроки для обвиняемых по делу Хизбут-Тахрир, и суды всегда или почти всегда с этим соглашаются. Скажи мне, пожалуйста, а в связи с чем вдруг стали настолько суровыми наказания? Потому что, не знаю, поначалу пытались каким-то образом, не знаю, может быть, найти подход, вот поначалу была какая-нибудь надежда на то, что народ смирится с оккупацией и так далее, а потом, когда стало понятно, что никакого смирения нет, уже пошли в разнос? Ой, ну здесь на самом деле куча параллельных и пересекающихся процессов. Во-первых, это зависит от ситуации в самой России, и чем она становится жестче для правительства и силовых структур, и тем они, ну и, соответственно, они жестче себя ведут, тем, соответственно, это активнее отражается на полуострове и в Крыму. Есть, конечно, свои особенности. Понятно, что здесь есть крымско-татарское население, которое в массе своей нелояльное, и Россия так или иначе с ней пыталась с этой нелояльностью что-то сделать. Сначала договаривались, пытались купить ее, потом начали преследовать. Преследовать сначала не очень сильно, потом очень сильно, а сейчас вообще тотально. Но здесь все-таки нужно разделять, что преследования по политическим мотивам идут по большей части даже не из-за нелояльности, а из-за социальной и общественной активности. То есть большая часть, например, крымско-татарских ребят и мусульман, которых преследуют по участию в Хизбут-Тахрир, это активисты крымской солидарности, которая никак не позиционирует себя как политический проукраинский орган, например, или какая-то партия. Нет, это общественная организация, которая занимается гуманитарными вопросами. Помогает семьям заключенных, помогает самим заключенным, обеспечивает информационную поддержку тех же адвокатов и так далее. То есть вообще никакой политической подоплеки в этом нет. Со всякими оговорками, что все-таки это украинские граждане, понятно, что они своих союзников ищут прежде всего в Украине. Но преследуют их жесточайшим образом. И вот эти сроки 15, 18, 23, 24 года, это как раз за активность, а уже во второй очередь за нелояльность, причем даже не государственную нелояльность, а нелояльность органу, созданному Российской Федерацией, по контролю над мусульманским населением Крыма, то есть муфтияту. Вот они не видят муфтият в качестве своих представителей и своих главы своей религии в Крыму. То есть, получается, Москва придумала, говорит, вот ваши будут начальники, вы им подчиняетесь, а люди говорят, подождите, мы не хотим, зачем вы нам кого-то придумываете, мы хотим жить так, как мы жили, хотим верить так, как мы верим. Ага, значит, вы экстремисты-террористы, пожалуйте в тюрьму. Такая логика? Ну, не совсем, что вы экстремисты-террористы, а скорее, ах так, тогда мы используем антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство для того, чтобы вас либо принудить подчиняться там муфтияту, либо для того, чтобы вынудить вас покинуть Крым, ну, либо просто посадить, раз уж вы такие несгибаемые. То есть примерно такая. Ты говорил о том, что российская судебная система даже в принципе не представляет особенного интереса, потому что там нету ни состязательности, а адвокат либо аффилирован с обвинением, либо это, по большому счету, пустое место, которое не влияет на приговор. Если сравнивать процесс, который происходит в российской судебной системе с процессами и тенденциями украинской судебной системы, то что на этом контрасте можно сказать про украинскую судебную систему? Ну, во-первых, мне интереснее работать, потому что все равно результат, который ты описываешь, тех процессов, которые ты описываешь, он все равно не предрешен, и ты это видишь. И все равно гораздо больше сталкиваешься с судьями, которые могут себе позволить и зачастую позволяют независимое решение. И да, все равно квалификация и уровень профессионализма там следственных органов, да, очень низкий, но банально все одну школу заканчивали, что там, что здесь. Поэтому здесь, ну, как бы разница небольшая. Пытают в органах и пытают для того, чтобы получить признательные показания, ну, однозначно, что здесь меньше, но тоже немало. И для этого, например, пришлось создать в прокуратуре целый орган по противодействию пыткам в правоохранительной системе. А насколько он эффективно действует? Ну, мы следим за ним, но пока что это все на уровне возбуждения, уголовных дел, там, преследования, возбуждения уголовных производств, и просто еще рано каких-то результатов от них требовать. То есть он не так давно был создан? Да. Он как раз примерно был создан, и Евгений Белоусов, по-моему, его возглавил примерно тогда, когда вот мы редакцию создали. И, конечно, российские коллеги, кстати, когда об этом читали и слушали, и там с той же медиазоны, крайне нам завидовали, потому что в России, например, такого даже близко представить невозможно. Но, тем не менее, ваша редакция существует уже достаточно давно для того, чтобы спрашивать тебя по целому списку тем, за которыми следят ваши журналисты. А оказывается, к этому отделу еще, в общем, даже и спросить его не о чем. Ну, не то, что не о чем, просто это все-таки не следственный орган, да, это вот орган, который фиксирует и говорит, что вот результатов следствия вполне достаточно, чтобы теперь дело там типа в суд передать. Ну, и контролирует ход расследования самого. Но просто здесь, как раз в отличие от России, у каждого органа есть свой функционал и свои ограничения. И если орган выступает за эти ограничения, то зачастую очень активная общественная реакция наступает. То есть вспомните, какие были баталии, когда, например, расформировали отдел спецрасследований Горбатюка, в ведомстве которого были все дела Майдана, все дела о семье Януковича и преступлениях финансовых и так далее. То есть это была общественная дискуссия, это был общественный резонанс, а не просто какая-то внутриведомственная, внутрикорпоративная история. А в России бы это была обычная внутрикорпоративная история, которая, возможно, даже бы не вышла на какое-то общественное обсуждение. Да какой там общественный? Журналисты, может быть, и узнали бы о ней через года три. — Давай подводить итоги, потому что у нас осталось около минуты до конца эфира. Расскажи мне, пожалуйста, сейчас в Крыму опять идут очередные суды. Ты сам говорил о том, что людей ждут какие-то безумные сроки. Скажи мне, пожалуйста, что Украина как государство, что каждый украинец или украинская власть могут сделать для того, чтобы... — И могут ли. — И могут ли, да, что-то сделать для того, чтобы помочь этим людям? — Ну, во-первых, есть направление конкретной физической помощи. Просто пишите письма этим заключенным. Это не просто какая-то психологическая поддержка, хотя и это тоже. Это просто их защита от пыток, от давления в колониях СИЗО, где они находятся. Потому что любой начальник колонии, если видит, что приходит письмо из разных стран, тем более от каких-то значимых лиц, там, не знаю, вот президент Украины, например, поздравляет заключенных каждый год с Новым годом, с днями рождениями и так далее. И в любом случае на это обращается внимание. Любой начальник колонии подумает 10 раз, прежде чем нажать на человека, за которым вот такой общественный контроль, и ему пишут там из разных ведомств или там из разных стран. Это первое. Вот просто пишите письма, поддерживайте. Ну, а само государство, во-первых, очень хорошо работает консульство в Ростове. Они посещают всех заключенных, они попытаются помогать им вообще всеми возможностями. Они каким-то образом, чудом просто попадают даже в те колонии, которые закрыты на карантины. И это огромная работа, заслуживающая всякого уважения. А со стороны государства, ну, как, поддержка самих семей, поддержка тех исков в Европейском суде по правам человека, которые поступили туда, к большому сожалению, эти иски будут рассмотрены только тогда, когда будет рассмотрен основной иск Украины против России по Крыму. Но пока этого не произошло, даже иск Олега Сенцова ушел вот на второй план. И какие бы скорости не обещали в Европейском суде, он будет рассмотрен только после основного иска. Поэтому, к сожалению, какие-то методы помощи очень ограничены, но они все равно есть. Спасибо большое, Антон. Давай напомним. Антон Наумлюк, главный редактор портала «Граты», портала судебной журналистики, был сегодня гостем программы «Двойные стандарты». Друзья, берегите себя. Услышимся в понедельник. Счастливо. Всего хорошего.